На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Гомель арендовал галкипера из клуба Национальной хоккейной лиги у Кирилла Устеменко действующий контракт с Филадельфией. Вопрос усиления вратарской позиции в Гомеле возник не случайно. Оба действующих игрока Мерзлов и Грищенко этой осенью попадают под армейский призыв. Кирилл Устеменко стал находкой для рысей. Его отдали в аренду до начала нового сезона в хоккее Северной Америки. От сделки выиграют все. Устеменко не потеряют форму, а Гомель получит сильного хоккеиста. Пока игрок только тренируется с клубом. Его дебют запланирован на матч в ближайшие домашние серии. Я очень рад, что я приехал в эту команду, что я подписал контракт и буду играть за нее. Они вообще прекрасно идут. Мне очень нравится, как они играют сейчас. Все борются, все стараются. Приличный уровень. То, что бросилось в первые глаза, это только промежутки тренировок. То есть тут, возможно, полтора часа и час 45, а там максимум час 15 или минимум 45 минут на льду. Все остальное в зале работаем. Сейчас Гомель на втором месте в чемпионате страны. Команда активно готовится к домашней серии матчей, которая стартует уже в четверг. Гомель встретится с локомотивом. Возможно, именно в этом матче Кириллу Стеменко как раз и выйдет на лед. Это был, я бы сказал, подготовительный период, где мы рассматривали, много людей проходило. И все-таки я понял, что иногда это не есть хорошо. Мы решили сразу определиться с ребятами, с которыми мы идем дальше. Понятно, что будет. Но все равно конкуренция присутствует и без нее никуда. Поэтому кто-то попадает сегодня в состав, кто-то нет. Но мы одна команда, делаем одно дело. И ребята, которые в команде, они знают систему, структуру. На мой взгляд, незаменимых нет и каждый может внести свой вклад. Гомельская сборная завоевала 13 медалей на чемпионате Беларуси по боксу, который проходил в Молодечно. Победителями в своих весовых категориях стали чемпионка мира Виктория Кебикова и Юлия Панасович, а также серебряный призер вторых европейских игр Владислав Смягликов. Домой наша сборная привезла три золота, два серебра и восемь бронзовых медалей. В Гомеле прошла областная спартакиада по плаванию среди детско-юношеских спортивных школ. За награды боролись юноши и девушки 2005-2008 годов рождения и моложе. По результатам соревнований первое место у сборной Жлобина. Серебро у гомельчана золото увезли спортсмены из Светлогорска. Гомельчане вернулись с медалями с республиканских соревнований по конному троеборью. Они проходили в столичной Ратомке. В Олимпийских днях молодежи нашу область представляли Маргарита Василевская и Ангелина Черняк. Девушки завоевали бронзу. В турнире среди взрослых участвовал только один гомельчанин Александр Фоминов. Он и стал победителем. Напомню, Фоминов представит нашу страну на Олимпиаде в Токио. В Витебской области завершилось открытое первенство страны по водному полу «Мяч на воде». В турнире участвовали юноши 2007-2008 годов рождения. По итогам соревнований гомельская команда победила. Брещане стали вторыми, а спортсмены из Минска третьими. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.